Все новости дня прямо сейчас в программе День с толком. С вами Мария Мацаева. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Субтитры делал DimaTorzok 6 тысяч детей-сирот из Алтайского края остаются на очереди на получение жилья. Ликвидировать ее не удалось, лишь стабилизировать, заявил сегодня Виктор Томенко в ходе заседания краевого правительства. В прошлом году на решение проблем с жильем для сирот выделили полтора миллиарда рублей. Однако ситуация особо не изменилась. Остановить прирост сложно, хотя, по словам губернатора, ежегодно регион обеспечивает квартирами примерно 700 детей-сирот. Мы выдаем большому количеству и сертификаты, и жилье, но следом право на получение возникает примерно еще у такого же количества жителей. Нужно разобраться, почему в свое время эти дети не были признаны сиротами и оставшимися без попечения родителей. Работа в этой области требует нашего особенного внимания, а особенно со стороны органов опеки. Возможно, в предыдущие годы как-то не так была выстроена работа, что такое большое число жителей края, тогда еще детей, попали в эту категорию. Также губернатор призвал брать ситуацию на контроль на ранних этапах, когда в семье только начинает развиваться негативная ситуация и задействовать механизмы защиты ребенка – правовые и финансовые. Помимо этого, он поручил органам власти внимательно изучать вопрос о присвоении статуса дети-сироты жителям региона. По его словам, льготы, которые положены этой категории граждан, в частности, бесплатное жилье от государства, могут привлекать мошенников. В последние годы до Барнаула все чаще доходят подземные толчки. В подавляющем большинстве случаев люди такие землетрясения даже не ощущают, потому что их балл слишком мал. Однако реальность такова, что сейсмостойкость нужно серьезно учитывать и в Алтайском крае. Сегодня на базе АлтГТУ имени Ползунова прошла крупная конференция с привлечением всероссийских и зарубежных экспертов на тему развития градостроительства, в том числе с учетом сейсмоопасности местности, особенно если проектируют высотные здания, за которыми сегодня тренд. О чем нужно знать застройщикам, которые планируют возводить небоскребы, где в Барнауле скоро появится такая высотка и насколько она безопасна, узнавали наши корреспонденты. Земной шар нам готов преподнести сюрпризы. Трагедия в Турции, к сожалению, тому подтверждение. Второе за историю страны разрушительное землетрясение – около 11 баллов. Казалось бы, далекая история, но накануне в Кемерово зафиксировали два толчка по 3,7 и 3,2 балла. Алтайский край до 2003 года считался сейсмически безопасным регионом, но Чуйское землетрясение 27 сентября, дошедшее до нас, раскололо это спокойствие. Я специально выбрал картинки, которые теоретически могут возникнуть сегодня при расчетном землетрясении на территории Алтайского края. Старые застройки в пределах городской застройки или некачественно построенных домов может быть вот такая. Такие последствия. Сегодня в Барнауле началась масштабная научно-практическая конференция о высотном строительстве и факторах, которые нужно в нем учитывать. Тот случай, когда тематика мероприятия оперативно отвечает реальности. По данным замдиректора по науке Алтая-Саянского филиала единой геофизической службы РАН Алексея Яманова, в последние годы на западе Южно-Сибирских гор стало больше толчков несильной мощности. Он связывает это с большой техногенной нагрузкой, в частности, добычей угля и металлов. В последнее время все чаще землетрясения начинают обходить город Барнаул с севера. Новосибирская область постоянно испытывает сейсмические воздействия. Причем, оказалось, на этой неделе была сейсмическая ситуация в районе Чистой озерки, которая расположена практически на западе Новосибирской области, которая раньше территория считалась не сейсмоопасной. Это один из важных факторов, которые нужно учитывать при строительстве высоток, зданий больше 100 метров. Таких ни в Барнауле, ни в столице Сибири Новосибирске пока нет. На базе Технического университета уже много лет готовят специалистов по строительству. Но, по словам ректора Андрея Маркова, для их появления нужно практически разрешить множество вопросов. Как строить такие здания? Здесь много всевозможных трудностей возникает. Во-первых, это работы, связанные с расчетом фундаментов. Это и доставка материалов туда, это и потом эксплуатация этого здания, это и пожарная безопасность. Надо проверить на адекватность эти расчеты. Вот с помощью такого научного сообщества мы эти вопросы, я думаю, здесь и обсудим. По словам экспертов, сейчас в России два противоположных тренда в строительстве. Тяга к малоэтажному и все чаще деревянному жилью. И наоборот, высотные сооружения. Первый небоскреб в Барнауле появится на речном вокзале. По оценке специалистов, жилой комплекс с 44-этажными башнями, которые проектирует компания «Селф» – удачный пример такой застройки. Объект получит и спецдокумент, в котором будет пункт о сейсмобезопасности. Завтра участники конференции проведут практическую сессию на полигоне, где проводятся инженерные изыскания на участке по улице Баварина, 8. Об этом расскажем в следующем эфире. Елена Макаренко, Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Алтайский край оказался на последних строчках рейтинга по объему вкладов населения. Официальную статистику приводит российское информагентство. В ней наш регион расположился на 69-й строчке среди 85 субъектов России. Данные по новым территориям, присоединенные в ходе СВО, пока не указаны, поэтому в рейтинге они не фигурируют. Так, по объему вкладов населения, Алтайский край расположился между Астраханской областью и Хакасией. У среднестатистического жителя нашего региона на вкладе в банки хранится чуть больше 112 тысяч рублей. Это на 9% больше, чем в позапрошлом году. И в 4 раза с лишним больше, чем уровень средней зарплаты по краю. Соседняя республика Алтай заняла в рейтинге 78 место. А замыкает список республика Ингушетия. Здесь у жителя на вкладе в банки лежит в среднем всего чуть больше 13,5 тысяч рублей. Это в 77 раз меньше, чем средний вклад у москвичей. Он превышает миллион рублей. Отметим, средний размер вклада в нашем регионе меньше столичного в 9 раз. А теперь к другим темам. Алтайским медикам начали перечислять новые доплаты. И по вопросам их получения в крае заработали несколько горячих линий. Напомним, новая федеральная выплата установлена по решению президента России для медработников первичного звена здравоохранения, ЦРБ и участковых больниц, а также сотрудников станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалистов. Всего в крае выплата положено 11 тысячам медиков. 924 человека уже должны были ее получить. По крайней мере, об этом сообщило отделение социального фонда России по краю. Ведомство перечислило чуть более 7 миллионов рублей. Кстати, самим медработникам обращаться в отделение соцфонда не требуется. Фонд перечислит средства в течение 7 рабочих дней. Контролировать доплаты медикам потребовал от регионального Минздрава губернатор Виктор Томенко. Он подчеркнул, что все необходимые документы для выплат нужно подготовить и предоставить в социальный фонд, чтобы деньги люди получили до конца февраля. В случае задержек выплат Томенко пообещал рассматривать лично и принимать решения вплоть до кадровых. А мы добавим, что по вопросам выплат работают сразу две горячие линии. Телефоны на ваших экранах. В Алтайском крае прогрессирует онкология полости рта. Об этом сегодня во время пресс-тура в третью стоматологическую поликлинику Барнаула рассказали специалисты. Они призывают внимательнее относиться к здоровью зубов и полости рта. Как правильно за ними следить, чтобы избежать серьезного заболевания, узнавала Юлия Щепина. Это аналог канадского аппарата, который сделан наш. Это сугубо наш аппарат, сделанный именно у нас. Он позволяет проводить онкоскрининг. Это быстрый способ выявить рак. Как показывает практика, в Алтайском крае растет число онкозаболеваний, в том числе и рака полости. Только в 2022 году около 100 человек из стоматологии направили в онкоцентр на дальнейшее обследование. Пациент, как правило, отмечает это субъективно, что-то не так, какой-то дискомфорт, какие-то неприятные ощущения, болезненность и так далее, большой спектр. Врач же видит измененную слизистую оболочку, которая не соответствует ее очертаниям в норме. То есть, если мы вот это видим, то мы сразу проводим данное обследование. Две-три минуты с приема – это нормально для того, чтобы произвести данное обследование. Аппарат не имеет никаких дополнительных расходных материалов. Используют свечение лампы и специальные очки, как для пациента, так и для врача. В этом аппарате, как сейчас вас смотрели, это впервые было? Нет, у меня было уже давно лет, может, 5-6 назад теперь даже было такое. Мне посоветовали еще парадонтологи и ортопеды купить ирригатор. И я себе года три назад, наверное, приобрела ирригатор. Сначала я неправильно ползилась, то есть я выбила себе несколько пломб. Получилось мне так, потом меня научили как-то делать, и как бы я вот справляюсь. Ирригатор – аппарат, с помощью которого за счет пульсации воды происходит удаление зубного налета, а также массаж десен. Специалисты советуют ежедневно ухаживать за полостью рта. А именно уходу следует уделять 20 минут в день, желательно вечером. Помимо чистки обычной щеткой и нитью, следует использовать межзубные ершики, монопучковую щетку и ирригатор. Если неправильная гигиена полости рта проводится пациентам, то это создает плохие условия. То есть быстрое появление зубного налета, который со временем превращается в зубной камень и, соответственно, вызывает заболевания зубочелюстной системы, заболевания дисней, и дальше мы эти осложнения уже лечим. Существует и профессиональная гигиена полости рта, ранняя диагностика, которая позволяет выявить заболевания и вовремя начать лечение. И эта процедура, и онкоскрининг доступны по полису ОМС, то есть можно пройти бесплатно. Специалисты также напоминают, посещать их нужно как минимум два раза в год. Юлия Щепина, Александр Антропов, День с толком. Бичани вновь планируют митинг. На этот раз идея принадлежит представительницам Женского союза «Надежда России». Выступить дамы хотят против переноса женской консультации из первой поликлиники в Центральную горбольницу, которая находится за рекой, и добираться туда, особенно женщина в положении, будет проблематично. Местом проведения митинга инициаторы хотели бы видеть площадку у камня в честь основания Бийска. У властей женщины просят согласовать именно это место. Правда, заявляется митинг как против роста тарифов ЖКХ, и уже второе его название – против переноса женской консультации. Напомним, три раза власть Бийска не согласовывали Центр города для проведения митинга против роста тарифов. Администрация предлагала организаторам провести протестное мероприятие к льну комбинату, что в 9 километрах от города. Если у них митинг согласуется, я думаю, нам слово дадут на него. У нас разные проблемы в городе. У нас проблемы, конечно, большие ЖКХ, большие тарифы. Когда в городе маленькие зарплаты, это очень бьет, конечно, по нашим гражданам. Но есть и другие проблемы, которые тоже не надо забывать, и которые также актуальны. Женский союз планирует митинг на 19 февраля. Будет ли на этот раз согласовано место проведения, мы сообщим в ближайших выпусках. В Крае запустят производство студенческих разработок в области агротехнологий. Будущие инженеры-конструкторы спроектировали и уже испытывают несколько устройств. С их помощью станет проще ухаживать за садами и плодопитомниками. Накануне Дня российской науки депутат Госдумы Александр Прокопьев встретился с преподавателями и студентами Алтайского технического вуза и оценил их перспективные и важные исследовательские и практические работы. Большая часть разработок конструкторского бюро при вузе – образцы сельхозтехники. Вот, например, машина, которая обрабатывает почву между деревьями и кустарниками. Она на ручном управлении. Никита Раззамазов под направлением руководителя студенческого конструкторского бюро Сергея Сороченко и других техников участвовал в создании прототипа машины. Испытать в полевых условиях предстоит уже модернизированную модель. Осталось лишь закончить ее сборку. Управление идет дистанционно. В нашей конструкции предусмотрено наличие джойстика. Он содержит возможность перемещения влево-вправо, как раз для перемещения модуля влево-вправо, соответственно. И также кнопку для сведения и разведения рабочих органов. Молодые техники сегодня не только воплощают авторские разработки с нуля, но и с помощью 3D-сканера создают дефицитные импортные запчасти. К примеру, вот этот изолятор для высоковольтных электрокабелей взамен лопнувшей немецкой детали. Нам передали образец, то есть оригинал. Мы, соответственно, его с помощью ручного лазерного сканера отсканировали, то есть получили его трехмерную модель. Дальше, соответственно, по скану восстановили. Все оригинальные разработки патентуют. Предприятия-партнеры, их более десятка, помогают изобретениям будущих инженеров выйти на рынок. У нас все эти крупные предприятия, алмаз и так далее, они все-таки нацелены на то, что это огромные сейлки, веемки и так далее. А вот эта малая механизация, они просто не занимаются, ее нет. Поэтому ниша-то она свободная, и в этом-то интересно. Современные разработки, а также возможность перспективной молодежи реализовывать свой потенциал в родном регионе оценил депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Ребята здесь, в стенах университета, получают опыт исследовательской работы. Их идеи и предложения сразу попадают в производство. И таким образом ребята, по сути, включаются в актуальную повестку решения тех задач, которые актуальны сегодня для нашей промышленности, для нашей страны в целом. Кстати, многие молодые ученые по своим разработкам защищают кандидатскую работу в аспирантуре и обучение продолжают в техническом вузе. Ведь здесь есть все для этого – грамотные наставники и собственное студенческое конструкторское бюро. Елена Кузовкина, Елена Макаренко, Андрей Печоркин. День с толком. Уже в пятницу в Барнауле начнут разбирать новогодний снежный городок на Мало-Тобольской. С пешеходного участка улицы уберут горки и ледовые фигурки. На хранение до следующего года отправят и праздничную ель. Так что, если вы еще хотите окунуться в атмосферу праздника, самое время сделать это сегодня. Полностью новогодний городок, сообщают городские власти, разберут к 17 февраля. И в завершении выпуска к новостям спорта. Волейболистки Алтай-Агау уверенно обыграли приморочку из Владивостока 3-0. Теперь уже в домашнем туре нашим девушкам будут противостоять сильнейшие команды России. Подробнее в сюжете Дмитрия Дроздова. Перед встречей в рамках чемпионата России высшей лиги Б по волейболу наша команда находилась на последней строчке в турнирной таблице. Соперницы на третьей. И многие думали, исход матча понятен. Но не тут-то было. Наши девушки выдали такую мощную и вдохновенную игру, что ни в одной из партий не вызывало сомнений, в чью пользу она закончится. Прилив силу алтайским волейболисткам дала не только своя площадка, где они играли на глазах своих друзей и родных, но и пополнение команды качественными игроками. На домашнем туре таких появилось сразу трое. Поймав игровой кураж, Алтай-Агау выигрывает уверенно 3-0. Особенно хорошо сегодня сыграла защита. Сложные доигровочные мячи, которые мы поднимали, они на краях все забили. Неплохо и фаново игрой дирижировала. Из теплого зала перемещаемся на улицу. Здесь усердно готовится к продолжению сезона футболисты «Динамо Барнаул». Еще неделю белоголубые будут работать на снегу, а потом перейдут в манеж темп. И дальше по плану долгожданные сборы. Команда отправится в Крымск. Первый матч «Динамо» проведет на выезде 13 апреля против ижевского «Зенита». Дмитрий Дроздов. День с толком. А на этом все новости дня. Спасибо, что смотрите нас на телеканале и в Ютубе. Телефон нашей редакции – 205-545. Далее о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Всем продуктивной недели и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова